господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 412 события дня матфея 19 8 а сначала не было так за 27 января 2017 года но есть ролик такое у нас есть называется номер 2 брак трапеза снимал пащенко владимир и под ним я нашел вот это марина марусова пишет очень здорово и люди честные и добрые очень хотелось бы там побывать и пожить и пообщаться с такими людьми не пьют не курят любят друг дружку и уважают мой муж большая противоположность их не мужем хоть заново замуж выходи вот как понравилось дальше просмотров сколько 12 тысяч 492 положительных показали 35 а 13 что-то не понравился там за стол садятся чего там было но специально наемная которая говорит там ничего не может не нравится и один какой-то не поймешь какой-то чегет 882 интересно интересный образ жизни внешне выглядит благопристойно и чисто и интересно что там внутренне и скрыто три раза уже интересно сказал то есть этот человек ничего не делает я сразу же знаю когда говорят интересно 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 то есть ничего не так спросонок потому как известно ведь природа человека и сколько всего в ней намешано в тихом омуте черти водятся где-то он увидал что-то не так нет ничего но он уже знает что везде и всюду черти водятся и он пойдет черте искать вылез проснулся очень хотелось бы надеяться что и внутри общины все также чисто и нет никаких секретов и страшных тайн но это все таки хотелось бы все но не может уже он везде должен что-то выискивать выискивать не так что везде замысла масонов и как угодно и далее при такой простой жизни откуда такие дорогие фотокамеры у людей интересно стал 1 эти но не знаю чего привязать у нас приехал и агентство тому какое-то как она называется терра или что-то там у них там ну а то не на что 7 человек андрей приехал то а сами этом какие они но ничего не увидел зависть зачем фотоаппарат да какой дорогой то одного там и есть фотокорреспондент приехал какой-то организации а до этого было рио новости у нас очень такие важные люди приезжают фотографа хорошая так пойду искать ответы на свои вопросы на сайт ему ответы надо те ему надо найти чертей не чистую силу и он их обязательно найдет на сайте найдет где угодно найдет пришел и прямо наткнулся на христа и чудо христос то просто христос человек и друг чудо делает и он ему надо найти щельки а он силы князя бесовского вельзи вула вот а наши роли их зайдут ничего не дети ягоды собирают секта сектанты расплодились секта то есть он нашел себе главного черта который научил их и он научил их везде сектанты сектанты главный сектовед в стране вот он нашел и теперь пляшет под него юрий соболев мир вам игнатий тихонович у меня вопрос есть ли священное писание такое чтобы бог дал повеление на исполнение чего-либо но такое что не было бы пояснено не самим богом не истории последствий не толкования бог какой еще никогда не встречал такого я отвечаю и найти тихо наш лапки невыносимую задачу ставит кто-то искусственно если бы вопрос был задан по святой библии то ответ дать не так и трудно но чтобы это же вопрос распылялся на всю мировую историю верующим вовсе и не нужно лопатить мировую историю все библиотеки мирских книг миллионы чтобы знать какой свои слов что сказал поэтому дают ему вопрос вовсе и не библейскому вопрос далек от пользы и от святости еще более того тут намешано что нужно бы дать знать если бы толкование пронадуманный вопрос это хотя и ограничено но не менее чем трехсот томов фолиантов из патрологии меня вытащить да кто же это знает и зачем даром такие пустяшные и от пустоты возникшие вопросы будет разрешать траты таких ресурсов что не хватит и целой жизни и для чего это у еретиков такие дутые вопросы на их викторинах разыгрывают как например когда иисус стоял на одной ноге ну и когда да когда на осла садился и что они чего ему морковину попку дают пожевать дают пожевать он ему награда который это ответил дают морковкину попку пожевать то есть с обратной стороны у морковки где растут кудри то не больше они еще награды не могут дать и дальше я говорю я такое есть что господь говорит и невыполнимая и не спрашивает выполнен или нет я вот такие слова повелительном наклонении делаю большими это будет другого библии я не знаю ее в 40 глава и 5 дальше украсть украсть же себя величием и славою так как можешь украсить и нигде не спрашивает бог и что об этом где пишут украсть или нету дальше облетись блески великолепия во второе слово повелительное и зли ярость гнева твоего посмотри на все на все гордое и смири его вот уже четыре повеления бог дает а сделать он не сделает бог не спрашивает а что об этом написано мировой литературе выполнили не выполнили а что у святых отцов это вот я единственное место которое знаю в библии взгляни на всех высокомерных и унизь их вот уже пятый раз пятое повеление дает и сокруши нечестивый шестое на местах их зарой всех их в землю и но и лица их покрой тьмою 8 тогда и я признаю что десница твоя может спасать тебя клади на него 9 руку твою и помни о борьбе вперед не будешь о чем речь идет справься с крокодилом и бегемотом тут больше ничего нету крокодил то и сегодня еще считает одно из самых и совершенно не поддается дрессировке тяпнет и рот раскрыть не может на раскрытие у него работает допустим сила 1 килограмм а на сжатие 1 тонна но еще то еще с тобой будет у его дальше юрий соболев отличный пример с морковкой благодарю игнатий тихонович за ответ теперь буду знать как подобные вопросы парировать это его задали еще раз простите милостиво игнатий тихонович но не сочтите мой вопрос запраздной это не из холостической серии пойди туда не знаю куда и так далее поясню откуда возник вопрос зачастую начиная противоставать не конкурсовать противствовать некоторые говорят а зачем это мне платок борода пояс благовестия мол где это атрибуты и не надеть платок и вот я подумал а если не что в библии что дается богом как повеление но не им но им но им не само но поясняется и это принимается и исполняется верующим без всяких разъяснений на веру то есть а почему платок должен быть почему да потому что она не молится все везде без платков женщины женщина молящаяся с непокрытой головы постыжает это бесстыдницы вот ответ и по вере чтобы использовать как контрпример на подобные искусительные вопроса я отвечаю вы не обратили внимание на указание его богом что я выше привел эти слова выделил крупным шрифтом это как раз право вопросу без объяснений дается повеление богом очень редко явление как раз по содержанию вашего вопроса у тебя крокодил слаб слопает и бегемот раздробит относительно пояса то нужно конкретно так и спросить нужен пояс без пояса это без истины и без близости к богу это без истины и без близости к богу вот что это означает исаи 11 15 и будет припоясанием чресла его правда и припоясанием бедра его истина еремея 13 6 по прошествии же многих дней я пришел к ефрату выкопал и взял пояс из того места где спрятал его и вот пояс был испорчен ни к чему стал негоден бог послал и не объяснил зачем купи он купил иди зарой его он дело выполнял никаких пояснений не было а потом дальше будет видно этот негодный народ который не хочет слушать слов моих живет по упорству сердца своего и ходит во след иных богов чтобы служить им и поклоняться им будет как этот пояс который ни к чему не годен от бога удаляются они к чему не годно одни мерзавцы одна коррупция ибо как пояс близко лежит к чреслам человека так я приблизил к себе весь дом израилев и весь дом иудин говорит господь чтобы они были моим народом и моею славою хвалою и украшением но они не послушались и дальше ефесян 6 14 теперь касается нас у богов пояс означает истина а у нас итак станьте припоясав чресла вашей истинную и облегшись в броню праведности то есть у людей то же самое пояса нету а ты говорит это человек распущенный распоясавшийся истины не жди а бороде довольно сказано в нашей книге к истинному православию статье о бродобритии юрий отвечает благодарю игнатий тихонович за развернутый ответ ваши ответы я и я говорил неоднократно насколько просты во свете библии настолько и сложны сложные но почему сложные сложные да сложные даже не слыхал такого это из-за неожиданных ответов как правило ответ уже знает вопрошатель примерную область логику ответа но ваши ответы для меня большинстве случаев неожиданно это мне все говорят я вот в литературном институте был считал свои стихи левошадин вел я сразу же подметил какой богатый у вас словарный запас вот я могу сказать что мой словарный запас в два с лишним раза богаче чем у пушкина я уж не говорю про других стандартные а почему слово божие это не мое и здесь главное секретарь главный из них старейший поэт 93 года жил марк юдаревич марк иосифович и он только одно стихотворение у меня услышал какой богатый словарный запас а потом по радио где-то я считал там вообще столько похвалы а ничего нету я просто библейские фразы рифму и больше ничего нету у меня нет таланта я не поэт и поэтому они сами слагаются и вот ответ я всегда ожидаю как бы один ответ а получает другой один ответ у меня точно так же вот мы едем он протоиерей заслуженный прекрасный проповедник кандидат богословских наук и говорит сегодня вечером считается вот такое евангелие чтобы вы сказали на это а я всегда какое бы ни было сегодня рядовое чтение я готовлю проповедь не говорю а мысль на ее составляет я не просто думаю у меня фразами складывается как бы я говорю в это время он подошел и сказал мне вот такое мышление литературное в голове я слышу батюшка выходит и говорит да какой же такой священник но отец александр пивоваров если уж на то пошло погиб он сгорел в машине город новосибирск его родной брат борис служит в академгородке новосибирском так но я всегда доверяю вашему ибо он по слову но чтобы войти в этот ответ мне нужно время перестроить ум то есть у него заранее готов ответ был как я когда слышу когда выступает кто-то я стараюсь дать ответ какой может дать ответ но писать не буду но мысленно уже сразу дается ответ мгновенно и я действительно не сразу понял смысл выделенного из книг иова вот теперь он говорит который большими словами 9 повелений бог дает другого места в библии я не знаю вот бог дал и не наблюдает исполнит не исполнит и для чего ничего не известно и в литературе написаны и не у святых отцов нигде про это нет вот я единственное что узнал да единственное редкое место последняя глава почти его и отсюда как пришло не зная об этом вопросе не думал вчера он только написал у меня мгновенно книга его выплыла вот как перед глазами это бог делает чудо благодать божия и больше а стали да больше искать не стал искать я молюсь и ничего нету я после этого еще помолился еще нету я понял ничего больше нету я ответ у бога ищу и поэтому мы не можем равняться человеком который не молится не можем потому что и бог и мир это большая разница и что дальше и так со многими вашими ответами но это и нет и ценно ибо сия суть ответа духа а не человека про бороду пояс тут все ясно этом материал но и с воин спасибо с христос обнимаю молитвенно постскриптум мне же еще сидеть и сидеть у ног ваших писем книг роликов как там у христа а у письма есть ноги то есть отсюда научается и вот какой-то заходит вот а ну что тут мульти ввм кто он такой и поэтому ничего не буду отвечать ни фамилии не имя ничего нету но он пишет мне на форуме здравствуй игнатий тихонович ездил монастырь там курят 50 процентов трудников который помогает приезжает священству видимо не до паства но у нас священная курит он к нам уже не попадет дальше позволяет курить и в пафнуть и баровском монастыре при власии один пафнуть и такой был строгий когда князь пётр приходил на исповедь у меня колени подгибались от страха а теперь в самом строгом монастыре вот такая но неужели так во всех монастырях сегодня ну не знаю си господи всех нас но я не могу на это ответить потому что во всех монастырях не было и скажу но что сделаешь он говорит о трудниках но делать там конечно нечего вам было но и сразу показываем наши ресурсы вот вот друзья татьяна иванова пошла тут и вот сегодня я утром в два часа уже ночи я стал в интернете работать тут шеи сегодня шесть роликов и сразу с ютуба перенес сюда вот они здесь есть эти перекачены одно как время как-то нравится один человек я посмотрел больше четырем четыре знака ни в одном ролике кажется нету римлянам вот сидит вор украл вчера сидели у вас сидит брат роман вот вот это у нас посмотреть вам послушать это первая была теоретическая тьмы сектантов сектанта к истине христовой и истинной церкви христовой вот тоже это такой популярный второй уже пошел второе есть это вот наш православный форум очень богатый 1600 тем вот сюда заводите вот общий поиск вот она я высвечиваю его справа вот под этой бордовой чертой как красное-коричневое а на первую страницу выйти новое сообщение вот эти две участники тут тут дальше это правило форума это можно один раз ознакомить ну давай по правилам форума прочитаем какие правила ого наверно надо вынести будет до правила форума ведь вот коснулась я сейчас его скопирую некоторые даже и заходят наши не знает правила вот мы сейчас его в вор занесем ставим по правилам это у нас модератора администрации кто работает они это поставили вот сейчас мы и просчитаем какие у нас правила то вы лара тоже не знаете считай правила форма данные правила действуют на сеть конференций поддельных разделах и формах конференций возможно наличие собственных правил которые уточняют и детализируют правила поведения в них при этом данные правила остаются обязательными в любом случае правило ясно юридическим языком правило вводится для создания комфортной и конструктивной атмосферы общения если вас не устраивает установленная форма общения воздержитесь от участия в данной конференции первое регистрация пользователей регистрируясь на форуме пользователь соглашается выполнять данные правила второе для регистрации на форуме пользователь должен предоставить действующий адрес электронной почты мы гарантируем конфиденциальность указанной информации третье выбор имени пользователя никнейм является вашим исключительным правом администрация оставляет за собой право принять меры к прекращению использования никнейма если его использование нарушает общепринятые моральные и этические нормы или является оскорбительным для других пользователей форума запрещена регистрация никнейм схожих с уже существующими до степени которые могут ввести в заблуждение других пользователей форума запрещена неоднократная регистрация одним пользователем вне зависимости от целей с которыми такая регистрация проводится данное нарушение является крайне серьезным и ведет к блокированию всех учетных записей если вы не проявляете активность на форуме в течение длительного времени в течение месяца не было ни одного посещения ваша учетная запись может быть удалена второй порядок поведение на форуме первое общение на форуме строится по следующим принципам второе это сугубо православный форум как и православный сайт и здесь будут действовать не сетевые правила и этикет человеческой мудрости а евангельские любовь честность забота своей бессмертной душе и душе ближнего видишь как все ученое очень сильное хорошее хорошо составленное правило наш форум это форм братской любви во христе никаких других этикетов и правил выше тех что изрек дух святой в библии не будет это значит что и все другие правила человеколюбия и милосердия будут удовлетворены в полной мере форум создан не для спора а для того чтобы делиться мнением и прийти к истине иоанна 14 6 иисус сказал ему я есть путь истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня третье строго запрещено использование на цензурных слов брани оскорбительных выражений независимости от того в каком виде и кому они были адресованы так это вот и на нашем видеоканале сразу удаляют этих людей в том числе при подмене букв символами 4 категорически запрещается любая реклама в том числе реклама интернет-проектов за исключением случаев с предварительного согласования с администрацией 5 ваша подпись на форме не может быть длиннее двух строк к ней предъявляются те же требования что и к сообщениям на форуме 3 публикация сообщений название тема должно быть информативным максимально четко отражает смысл проблемы второе перед созданием новой темы убедитесь что вы создаете ее форме соответствующей тематике а также постарайтесь убедиться в том что данный вопрос не обсуждался ранее 3 запрещено создание одинаковых тем в разных разделах и помещение одинаковых по смыслу сообщений в разные темы это флоды такие были пришлось это блокировать и все убирать старайтесь не делать грамматических ошибок в сообщениях это создаст негативное впечатление о вас 4 отношения между пользователями и администрации это важно первое своих действиях администрация форма руководствуется здравым смыслом и внутренними правилами управления форумом обсуждение действий администрации администраторов и модератора форма категорически запрещается в любых форумах и темах за исключением специализированного форма предназначенного для обсуждения всех аспектов работы портала и всего форума не обсуждается а некоторые кидается прям с первой минуты администрация составляет за собой право изменять правила с последующим уведомлением об этом пользователи форма все изменения инновации на форуме производятся с учетом мнений и интересов пользователей 5 совет пользователям первое весьма желательно чтобы каждый кто пожелает участвовать в форуме и задавать вопросы прежде вошел в наш сайт http www.kistina1.ru.ru и ознакомился с ним где отвечено на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса второе эти вопросы находятся в книгах открытым оком первые тридцать третьи тома книги эти находятся нашем сайте дальше ответы ответы вопрос на главной странице сайта там же статистика форма вот ты сейчас запиши правило форму правило форум правило все убираем вот теперь я показываю что у нас есть что тут это у нас вот мы посмотрели мой мир теперь посмотрели форум вот он где есть поисковик можно видеоканал очень вдруг 230 у меня исчезло сразу просмотров ну цифры где-то но она уже к тому опять подбирается и последнее это самый большой вот о чем сейчас читали наш сайт библейский православный сайт его с него мы сейчас добавляем от 55 папок справа это самое ценное лично я считаю что это ценность заключается в том что отвечает всегда по четырем параметрам что говорится святой библии 77 книг что говорят святые отцы это 300 табов сколько известно оттуда взято одновременно в третий параметр это книга правил правила канона и церковная и четвертое это жития святых 1173 жития и всегда почти разбавляется мировой поэзии тут более я не знаю сколько но не менее 400 поэтов взято за 300 лет 300 только российских вот так теперь мы смотрим церковь какое здесь вопросы отвечает и сюда перенесем что здесь вот сейчас мы посмотрим выделяем копируем открываем вордовскую страницу опять сюда ставим теперь увеличить надо крупно что можно было снимать все поехали вопрос две тысячи четыреста двенадцатый я еще раз спрашиваю ищите где в интернете есть или нет что вот так вот задавали вопросы под номером и по тематике 55 папок 55 позиций это очень и очень много не знаю я мне надо узнать чем то сравнить святое писание учит нас евреям 13 7 поминаете наставника ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражать и вере их то есть это определение помогает нам не попасть в ситуацию о которой предупреждал спаситель матфея 7 15 берегитесь уже пророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищная церковь воспоминает 21 мая равнопостального константина и приводит его в пример всем правителям и многие кавычках патриоты желают такого же царя что интересно это вопрос такой большой на занятиях в университете как сейчас помню ну народ разный там и студенты и преподаватели ну вот что свидетельствует история тот же самый константин который собрал первый вселенский собор к 328 году становится последователем еретика ария и возвращает его из ссылки а в 337 году на смертном одре наконец-то решается принять крещение и принимает от арианского епископа дефсивия никомедийского что интересно там все скрывали сейчас все скрылось это как в таком случае нам следует относиться к окрещенному от еретиков в кого он крестился по их по исповеданию и вскоре умершему если господь говорит языки 18 24 и праведник если отступит от правды свои и будет поступать неправильно будет делать все все эти мерзости какие делает беззаконник будет ли он жив все добрые дела его какие он делал не припомнятся за беззаконие свое какое делает и за грехи свои в каких грешен он умрет то есть тут можно сказать прямо что он был не православный епископов было 318 и ни одного не призвало из ссылки вызывает еретика и вообще вещь неслыханная равноапостольный еще да не более ли праведен в этой ситуации юлиан отступник который восстановив язычество вернул из ссылки православных епископов и благодаря этому афанасий великий возрождает в восточной церкви где к тому времени не осталось ни одного православного епископа ни ке цареградское исповедание веры такой ответ какой интересный вопрос большой со знанием дела ответ я постоянно твержу об этом и в книгах наших о том написано что не константин император не князь владимир не были возрожденными от слова божия и конечно же никогда не были не апостолами не равноапостольными все это выдуманное церковниками эпитеты относительно жития святых сегодня подоподлинно известно что очень и очень многое в них написано не на основании документов или свидетелей а по творчеству писательскому стилизовалась под существующий строй и под наших ровные пусть даже и неверное многое просто выдумывалось домысливалось и эти жито писатели похоже бы не были рожденными свыше греха лжи похоже вовсе не боялись так как они полагали одобрение получить от тех кому кодили фимиам творчество своего это димитер ростовский в первую очередь относительно крещения константина историки утверждают что именно так все и было но нужно помнить что тот же евсевий некомедийский и историк церковный евсевий кесарийский не раз меняли свою позицию меняли ее да тут еще эти символы полуорианские темнили дело и в какой именно момент их исповедания крестился от евсевия еретика император константин как уж нам узнать но нужно был символ положить начало опору своим умствованием и потому допустим допускаю что здесь православие схитрили скрыли истинное положение вещей эти я какие слова употребляю но все они понятны у меня нет духовного образования я просто внутренне это понимаю говорю вот это я ответ даю с кафедры что до юлиана и его понять можно когда его войска провозгласили императором он имел самое доброе намерение установить мир и свободу вероисповедания как и горбачев выпустил всех узников на веру если судить а пока юлиан и только по одному этому факту то он правее константина и многих православных но он восстал смесился против бога и погибла мирское животное у нас от неба голос был пала мирское животное он очень похож на ульянова владимира говорить о сегодняшних лжепатриотах не буду слишком много уже я сказал вся эта филаретовщина будет захлебываться густой кровью константин не может быть примером нам в этом смятении своей души да проститься ему сие но мне в нем нравится его желание установить мир и его противодействия распрям совершенно непонятна позиция еретиков которые желали себе и слушателям своим спасения но прилагали не бога а пусть даже и высшую но тварь то есть сотворенного сына божия зачем им это нужно было даже если бы и так было как они говорят прости господи за такое рассуждение но просто по разуму говорю зачем бы мне менять высшее на нижнее тогда чем же христос выше магомета или конфуция их позицию не вмещаю а мысль льва и саврянина мне понятно когда он полагал поднять иконы повыше чтобы не касались их чтобы не впасть выдало поклонство как я просто говорю дальше стих разброд души и тело от адама душа стремится к вечным небесам а тело строит здесь свой храм для дана на что пойдет обильная роса когда и не хотимы быть рабому плоти непроизвольно к носу тянем одеяло и если бы не защитил нас назарейский плотник жидовский каменщик масон давно уже подмял бы понятно какие ка щенка ну тут вообще не рифмуется ничего но сам смысл заложен и считается легко естественно природно в мысли заложили для продолжения рода пить набить эту робу профессии гордясь на мелкое рвать жилы не для души а для мамоны гробить блажен кто по мышленьям гор не обрящет и воплотит чего не чайлив от плоти бог уподобит души птицам вверх парящим змеи лютые не достанет их и не проглотит в любых делах решениях в разговоре в идеях мнениях а иногда во сне душой тоскуем по иным просторам боимся суетности мира закоснеть смысл истинный актоиха в триодии и даже катавайся и слаженный разброд в противовес земным не колобродит эстрадой тешится кривляясь шут урод как мало тех кто избирает небо крупицы и спасенных кто вас хвалит без имени кисельные амебы с морским прибоем смертью так и валят на выигрыше и тело и душа отвергнем колебания штрих кода спешат библейскому нам дегтя подмешать и в ситуации такую тропу домой находим лишь рожденным свыше бог дает и силы симфонии души установить чтоб с телом в час воскресенье и телу как на крыльях восхищенному стать как наш спаситель светлым вот 2 ноября понравилось понравилось да считай из церковь константин вот такие ответы так снова поднимаемся вопросик маленький ничего себе ответ большой вопрос маленький все снова также мы его увеличим что можно было взять на прибор это как все просто рука то уже набитая можно только избиться где-то вот вопрос 2418 11 том открытым оком все разные разные тома идут так что же делать тем кто видит оберщенность в православных храмах и не хочет идти куда-то в страну далече по сегодняшний день задают вопрос ответ как пример может служить наша барнаульская крестовозвиженская община членом которой является отец нафанаил перешедший из московской патриархии в рпцз послушайте что он говорит и всегда помните что этот человек черной одежде говорит и яромонах никогда руководитель отдела черной сотни все что он советует делать это он поднабрался в нашей общине потому что здесь это делается больше 10 лет вернее даже более 30 лет мы делали это когда и общины то никакой еще не было издательство преподобного максима исповедника временитель православного благочестия православия и библии выпуск номер 18 ведущий и ромонах нафанаил судников 23 ноября 2004 года все яндекс тамбашняя страница архив рассылки мир и благодать всем читателям нашей рассылки прошлых выпусках наших рассылки мне задали читатели два вопроса первое каково на их взгляд должно быть идеальное состояние православной церкви второе что можно реально сделать чтобы этого достичь на эти вопросы пришло достаточно много интересных ответов мы их со временем опубликуем сегодня же мы помещаем самый первый ответ кавычки открыты здравствуйте я согласен с вами что православие находится в застойном состоянии и одна любовь друг к другу не поможет хотя это тоже важный момент но это больше состояние души христианина к людям как сопутствующие а не конкретное средство для достижения цели я думаю что если православные священники не хотят читать проповеди и учить людей слово божьему не следует ждать пока они надумают а нужно самим донести учения людям взять пример сектантов собираться по квартирам ячейками домашние группы в церкви или еще где ориентовать помещение чтобы опытные и знающие люди рассказывали учения толкование библии по святым отцам православной церкви и также говорить им посещать православные храмы богослужения и для этого проповедовать по квартирам или объявления какие делать можно если найти спонсора который оплатит все организовать евангелизационную программу в каком-нибудь зале дворца культуры как делали адвентисты во дворце спорта барнауле также рассказать догматы учения православной церкви о святых отцах и потом разбиться на группы можно собрать средства и на добровольные пожертвования прихожан или заинтересованных в этом людей актовый зал какого-нибудь дома культуры не так дорого стоит это же не дворец спорта до свидания вот такое письмо у нас как хорошо он говорит это все время делается возьмусь так до сказать за автора этого письма то что он не договорил главные проблемы православной церкви который видит автор малограмотность православных христиан в духовных вопросах слабое знакомство со священным писанием недостаточный интерес к решению этой проблемы со стороны священнослужителей разобщенность мирян низкий уровень духовного образования в церкви связан конечно в первую очередь с многолетними стараниями советской власти к сокращению влияния церкви и с политикой подавления всякой инициативы в результате этого в 1 1990 годах когда разрешили в кавычках когда возник всеобщий интерес к церкви то катастрофически не хватало хоть сколько-нибудь грамотных людей для проповеди всех заинтересованных мужчин проявляющих устойчивый интерес к церкви старались побыстрее рукоположить священники и заполнить вакансию на каком-нибудь новооткрытом приходе это новое поколение священников имела как правило только элементарное образование выполняла первоочередные нужды восстановления церковных помещений и налаживания регулярных богослужений они не имели опыта совместного обучения на приходе под руководством священника несовместного образования среди мирян очень трудно научить людей тому чего не знаешь сам рассказать в нескольких словах основы православной догматики такой священник еще может организовать дружную общину ориентированную на совместное духовное общение молитва и образование и социальную деятельность для него крайне трудно потому что он сам никогда не жил такой общине проблема осложняется еще и тем что последние десятилетия в россии все больше укреплялась авторитарная модель отношений в церкви по этой модели епископ всегда прав чтобы он не делал по отношению к священнику а священник всегда прав перед мирянами в духовных вопросах вот и все они всегда правы поначалу авторитет завоевывается легко приехав на пустое место при всеобщем невежестве в духовных вопросах священник автоматически становится непререкаемым авторитетом так как имеет некоторые познания имеют традиционное благоговение перед черной одеждой и словом батюшка это на фанаил пишет сейчас но в дальнейшем при более продолжительном тесном знакомстве при появлении новых людей имеющих познаний в духовных вопросах люди начинают замечать что священник такой же человек как и они сами а в некоторых вопросах и он сам не так уже осведомлен начинать замечать человеческие слабости возникает конфликтные ситуации так далее в этой обстановке требуется действие направленные на упрочнение авторитета духовенства наиболее правильной конечно была бы следующая линия поведения смиренное признание своих ошибок и своей ограниченности со стороны священника на руси народ жалостливый и все простит при честном отношении дальнейшие усилия по нравственному самосовершенствованию и активность богослужебной образовательной и социальной деятельности вот представь вот сегодня выступают священники которые там говорили вы разве он выйдет народу скажет что он не прав а обличить их взял библию это показал ну совершенно не по библии говорить вот и все но это трудно это связано сломкой в своего эго и подавлением гордыни вот что смотри где вот это выйти сказать да я был неправ да перед самим собой даже человек не может сказать а это перед народом выйти я вел занятия и обратились два священника один из них игумен они вышли к народу и говорят мы недостойны христианами называться только и отменили все покаяния и только на последние недели стали исповедовать людей но за это время вытерхнули все все эти волшебные молитвы все остальное это очень непросто сатана если захватил он не выпустит его разницы нет на чем он будет и покаяния не делать человек будет молиться он исповедует других людей священник это и потом говорит мы недостойны еще христианами называть это я могу фамилии все называть какой город и никакой конфиденциальности здесь нету потому что они вышли перед народом а уж про другое там что не тогда как это вот если что-то случилось я должен быть и сказать да так как я кроштатский говорил поэтому гораздо проще утвердить свой авторитет догматически как данность и внедряется следующая мысль кавычка ты лучше осудить весь мир чем осудить одного священника по эту фразу мы слышали неоднократно осуждать нельзя никого открытое осуждение духовенства есть подрыв влияния православной церкви и эта политика четко обозначена программных программа врагов церкви например протоколах сионских мудрецов но какое мне скажите дело до сионских мудрецов если священник на моем приходе ведет себя недостойно подавляет любую критику сам ничем не занимается кроме треб а попытки любой активности пресекает подозревая в этом попытке подкопаться под него вот здесь мы видим еще одну оружие для утверждения авторитета всеобщее невежество вот откуда все идет а у меня двое трое там кто-то найдет твое невежество будут поддерживать еще из этого изменится еще евангелие православные учения кануна несут людям радость спасения христова методы искоренения греха лекарства для исцеления душ но эти же источники беспощадно обличают грех и требуют реального исправления поведения если ты сам живешь не соответствуя этим стандартам то очень опасно знакомить с этими стандартами православие окружающих потому что они получают во руки оружие против себя поэтому проповедь нужно висвести к всеобщему прощению и любви что в общем то неплохо а нормы жизни обозначены канонах как минимальные объявить недостижимыми со времен апостолов а вот это уже плохо итак мы пришли к ситуации когда священнику становится невыгодно серьезно учить прихожан православию так как это может поводоровать авторитет самого священника и высшей иерархии вот так потому что такие вопросы у нас епископ он везде отвечает грамотно все а тут приезжает играть как в подвешенном состоянии такие вопросы задает и все вот и не надо людей все время поднимать а народ темно ничего не понимает но не понимает и видишь что понимали а ну начинает читать и больше тебя уже знать через неделю и начинает тебе задавать вопросы которые священник не может ответить но начинает а дай бог главное чтобы народ его не трогал авторитет более того следует пересекать попытки самоорганизации и совместного образования со стороны мирян так как это легко может вывести людей из подвласти священника и подорвать авторитет духовенства абсолютно правильно отсюда мы имеем то что имеем то есть авторитарную модель отношений в церкви которая модель приближается католической плюс подавление всякой инициативы снизу что же делать а это еще не все неоднократно приходится слышать если заводишь разговор о болезнях церкви ты что об этом вообще не заговорить люди могут соблазниться и совсем и церкви уйти замолчи вот тут и возникает главный вопрос для чего эти люди пришли в церковь если они могут уйти оттуда из-за того что узнать про грехи священников зачем они вообще нужны пусть идут совершенно очевидно что если человек уверовал во христа получил духа святого верит в церковь как в тело христово верит в таинство церкви как в действие реально приобщающие этого человека к богу то такого человека из церкви выгнать очень трудно а корысть и трусость духовенства для него ничто по сравнению с тем что он получает от христа в духе святом в церкви вот он это говорит все что здесь набрался он пришел ничего этого не знал это все он получил наше общее ну тут трусость корысть это я уже от красного левитина взял он это употребляет в празднуто и все говорят это вы написали нет это не я писал ну вот вопрос для чего же пришли в православный храм те для кого авторитет духовенства один из незыблемых столпов веры подорвав которые подрываешь всю веру человека и какую же веру исповедую те кто запрещает совсем говорить о церковных недостатках боясь отпугнуть православных от храма сами то эти люди родились от духа святого живут во христе и верят в церковь или нет не нам судить пусть бог рассудит можно сказать лишь одно если человек может уйти из церкви разочаровавшись в батюшке значит он не пришел ко христу а приходил к батюшке а если он ушел в этом может быть виноват и священник и мирянин но вывод один человек не дошел до христа кто помешал священник или нежелание самого человека каяться и исправляться бывает по разному бывает что священник хорош зовет человека покаяние любви христовой это реже а человек ищет не этого а удовлетворение каких-то своих страстей а бывает что священник себя ставит препятствием и на пути к богу возводит свой авторитет и требует поклонения но в последнем случае это и лучшее что человек уйдет жаль только что со христом он так и не встретился ну что ж теперь попов боятся в храм не ходить но это все теория а ситуация у нас не конкретная конкретная простите есть действующий храм есть прихожане есть совместное присутствие на богослужении и соучастие в таинствах есть вопиющая духовная безграмотность мирян есть разобщенность есть неспособность или нежелание настоятеля что-то сделать чтобы ситуация изменилась большинство людей этим обычно удовлетворены но есть ряд людей которые уходят с воскресной службы духовно голодные а чаще они даже сами не знают что они голодные потому что никогда не ели до сыта и наконец за пределами храма есть миллионы неверующих кавычках православных многие из которых неверующие просто потому что им никто не уделил достаточно внимания не заинтересовался их жизнью и не проповедал им евангелие что делать если вы с этим не можете смириться что делать если вы не можете смотреть равнодушно на мир погибающий без бога а вашему приходу не до того автор письма которое помещено выше предлагает один из путей решения этой проблемы конечно массовые евангелизационные программы современным православным недоступны для этого должна существовать подготовленная и крепко спаянная группа людей желающих и умеющих это делать это доступно сектантам имеющим большой опыт организационную а часто и финансовую поддержку из-за границы тем более для сектантов именно этот род деятельности является основным многое из их технологий проповеди для православных неприемлемо потому что спекулируют на страстях человеческих но кое-что по моему мнение может нужно перенимать и чем быстрее тем лучше в первую очередь это совместное чтение и изучение книг нового завета если проявить обычаи совместного регулярного чтения разбора и обсуждения евангелия это совершит переворот в душах тех кто этим занимается заложит реальную основу для возникновения настоящей православной общины для того чтобы это осуществить необходимо следующее во первых должен быть человек знакомый со священным писанием и знающий его святоотеческое толкование вот так немало во вторых для начала читающих должно быть хотя бы двое со временем их может стать больше одни могут уходить другие приходить при чтении слова божия основное внимание читающих сосредоточивается на понимании того что бог любит мир что он сам стал человеком и пострадал для спасения мира что необходимо родиться свыше измениться и последовать за христом необходимо каждый стих писания примирять к состоянию своей души и повседневной жизни вот эта фраза то какую я взял здесь так же необходимо чтобы при обсуждении каждый присутствующий мог высказать свою точку зрения и в результате все все мнения поправлять правильным оттолкованием это поможет каждому быть участником и учиться постигать смысл слов писания постоянное вникание в евангельские идеи создает благодатную почву для того чтобы люди менялись реально кроме того если же ходим во свете подобно как он во свете то имеем общение друг с другом и кровь иисуса христа сына его очищает нас от всякого греха 1 иоанн 1 7 для людей общающихся в атмосфере слова божия со временем такое общение становится источником благодати приведенные в цитате конечно речь идет и об общении в таинствах церкви и об общении в познании слова божия и об общении лично но что делать если в храме остались только таинства а все остальное оттуда изгнано необходимо дополнять это самим если мы конечно хотим полноценной духовной жизни нужно сказать что даже одно совместное чтение и исследование слова божия придает устойчивость общению людей которые собираются вокруг этого дела это мы видим на примере сектантов которые не имея таинств не имея истины довольно устойчивы и плодовиты разрастаясь по всей стране но для православных необходимо чтобы читающие обладали устойчивым церковным православным самосознанием потому что слово божие без истинной церкви не имеет никакой ценности и само по себе спасти не может здесь одна из дополнительных причин почему опасна самодеятельность она может послужить причиной появления новых ересей сект расколов и так далее но это уже другая опасность ибо всегда есть такая проблема быть неграмотным иметь меньше ответственности и погибать из-за невежества или быть грамотным впасть в гордыню и погибнуть от большого ума тут то необходимо пройти как выражаются святые отцы царским путем имея горящую ревность утверждать ее на глубоком смирении если же начать подобные занятия то через некоторое время начинаешь видеть насколько мы нищи и убоги духовно если в церковной жизни ограничиваемся только богослужением может быть в этом и кроется одна из причин сегодняшнего бедственного положения состояния церкви итак повторим кратко предлагаемый путь духовного пробуждения совместное чтение и разборы слова божия по толкованию святых отцов с приложением каждого стиха к современной жизни вся вещь набрался нужен сведущий и заинтересованный руководитель регулярность минимум людей не меньше двух не больше десяти выслушивается мнение каждого присутствующего серьезная подготовка по слову божию может стать основой создания общины и дальнейшей миссионерской деятельности может и не стать но польза таких занятий все равно будет великая кавычки открыты единственное что требуется для триумфа зла это чтобы хорошие люди ничего не делали эдмонд берг 1729 и 1797 года это взятый эпиграфом восхождение дьявола про гитлера главное чтобы ничего не делали и все лука 1152 горе вам законникам что вы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали деяние 1711 здешние были благомыслине фессалонийских они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание точно ли это так вопрос 2419 слышал что вас обвиняют в том что вы не ставите рядом со священным писанием никакие книги и даже священное предание но апостол павел повелевает держать предание так как же нужно относиться к священному преданию какой вопрос можно отвечать на него ответ святая правда верю что нет ничего равного слово божию и ничто таковым именем и не называется на земле бог и его слово человек и его слово знак равенства как можно поставить между этими понятиями псалом 137 2 ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего иеремия 23 28 пророк который видел сон пусть и рассказывать его как сон а у которого мое слово тот пусть говорит слово мое верно что общего у мякины с чистым зерном говорит господь слово предание встречается 13 раз в библии и все они в новом завете христос осуждал приверженцев тогдашних преданий об этом 8 раз говорится в евангелиях марка 7 8 9 ибо вы оставив заповедь божию держитесь предания человеческого и сказал им хорошо ли что вы отменяете заповедь божию чтобы соблюсти свое предание относительно иудейских преданий все ясно ну вот наступила эра христианства и тут же появились предания в своей упаковке слово предание означает что это пришло до нас не в написанном виде а устно было передано предано Василий Великий 91 правило на которого любят ссылаться люди со старообрядческим багажом вместо библии в сердце говорит вовсе даже не о том что они имеют в виду относительно Никона или того что видят ныне в храмах Василий говорит о крестном знамении не о перстосложении а троекратном погружении при крещении и состоянии на молитве на восток лицом о символе веры о празднике пятидесятницы кавычки открыты из сохраненных в церкви догматов и проповеданий некоторые мы имеем от письменного доставления а некоторые приняли от апостольского предания по преемству в тайне и те и другие имеют одну и ту же силу благочестия и сему не воспрекосновить никто хотя мало сведущих восстановленных церковных ибо если предпримем отвергать неписанные обычаи как невеликую имеющие силу то непременно повредим Евангелию в главных предметах или паче сократим проповедь в единое имя без самой вещи например прежде всего упомяну о первом и самом общем чтобы уповающие на имя Господа нашего Иисуса Христа знаменались образом креста кто учил всему писаниям к востоку обращаться в молитве какое писание нас учило это Василий говорит слова призывания при приложении хлеба Евхаристии чаши благословения кто из святых оставил нам письменно ибо мы не довольствуемся теми словами о коих упомянул апостол или Евангелие но и прежде и после он их произносим и другие как имеющие великую силу в таинстве приняв их от неписаного учения благословляем также и воду крещения и елей помазания еще же и самого крещаемого по какому писанию не по преданию умалчиваемому и тайному и что еще самому помазыванию елеем как писанное слово научило откуда и троекратное погружение человека и прочие бывающие при крещении отрицаться сатаны и ангелов его из какого взято писание и так поскольку столь много есть неписаного и оно имеет такую силу в таинстве благочестия то одно ли не попустит нам речения которое дошло до нас от отцов которые мы обрели оставшиеся от невымышленного обыкновения поврежденных церквах и которые имеют немалую важность и немалую приносит пользу силе таинства я отвечаю довольно пространно но я беру выдержки некоторые вообще книгу правил в глаза не видели так что оно не помешает знать ибо иной догмат а иное проповедание догматы умалчивается проповедание же обнародывается род же умалчивание есть и неясность которую употребляет писание неудобно созрецаемым творя разум догматов ради пользы читающих посему то все зрим к востоку во время молитв все 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 зрим к востоку во время молитв но немногие знаем что через сие ищем древнего отечества рая который наследил бог в эдеме на востоке бытие 2.8 так же стоя молитвы творим воедино от суббот но причину всего не все знаем почему именно в субботу мы не кланяемся вот если ты подойдешь ты не знаешь где восток но если зашел подходишь к церкви ты посмотри на крест он повернут обязательно на восток на восток вход может с любой стороны быть но крест наверху на восток церковные уставы научат нас предпочитать все дни прямое положение тела во время молитвы ясным напоминанием как бы переселяя мысль нашу от настоящего в будущее при всяком же коленопреклонении и восстании мы действуем показываем и то как грехом не спали на землю и то как человеколюбием создавшего нас снова возваны на небо но не достанет мне времени повествовать о неописанных таинствах церковных но если образ словословие отвергают как неписанный то да представят нам письменные доказательства как исповедание веры так и прочего нами исчисленного когда апостол павел говорит о предании то он ясно выражается что речь идет о его устной проповеди которая потом и была записана в виде посланий хотя быть может и не во всей полноте первое коринфянам одиннадцать два хвалю вас братья что вы все мое помните и держите предание так как я передал вам второе фессалоникийцам два пятнадцать итак братья стоите и держите предание которым вы научены или словом или посланием нашим ревнителям предания нужно показать это завещание апостола Павла что их слушать никак нельзя и нужно удаляться от них ибо они натолкали натрамбовали кучи мусора и слова предания никакого отношения не имеющих к тому преданию как было оно принято от апостола и как учил вселенский учитель наш Павел 2 фессалоникийцам 3.6 завещаем же вам братья именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться от всякого брата поступающего без чина а не по преданию которое приняли от нас Павел сам был некогда ревнитель старообрядческо-иудейских преданий и наконец когда встретился со Христом он осудил самого себя за неразумную ревность о старых преданиях ибо она всегда связана со злобой даже на смертном одре против того кто посягнул на их твердыне как патриарх Никон уже при последнем издыхании старообрядцы дымятся со злобой на Никона имя Христово им помощи не может оказать да они его и поминают в суе выставляя злобу суе на первое место в Галатам 1.14 и преуспевал вою действий более многих сверстников вроде моем будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий когда услышите ратующих за предания за то чтобы они были равноприняты в деле спасения как и священное писание то отвернитесь от этих безбожных и лживых еретиков как недостойных и имени Божия произносить за свою хулу на Библию Василий Великий говорит о почтении к преданию в деле благочестия и при богослужении а не в деле уравнивания преданий пришедших после него с Библией это я отвечаю Колоссяну 2.8 смотрите братья чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихиям мира а не по Христу мы можем взять Библию и указать что вот это и есть священное писание и ни одной буквы отсюда уже нельзя приложить пусть хотя бы один человек на земле найдется кто покажет что в себя включает священное что в себя включает священное предание это пусть построит для предания отдельную библиотеку и скажет что вот это и есть оно а добавить уже сюда ничего нельзя под именем священного предания сегодня протаскивают любую злобу и ложь любую чушь и безбожество есть просто церковное предание не путать с ним вот так на этом все благословен Господь слава Христу то есть то есть